Партнер программы события Лицкий хлебозавод Используем натуральные ингредиенты и традиционные рецепты Лицкий хлеб выпечен с любовью В эфире Лицкого телевидения информационная программа события С новостями региона вас знакомят наши корреспонденты и я, Алексей Водейко Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске Лучшее на Гродненщине По итогам работы за 2018 год система образования Лицкого района заняла первое место в областном конкурсе Воспитание молодежи на личном примере Во Дворце культуры прошла встреча учащихся Лицкого колледжа и музыкального колледжа и воинов-афганцев Время делать профессиональный выбор Со старшеклассниками Лицчины пообщались представители военных вузов страны Лучший подарок к юбилею – экспонат К 60-летию Лицкого историко-художественного музея объявлена акция «Подари музею экспонат» Пригласили в сказку в детской музыкальной школе искусств Организовали конкурс, во время которого исполнялись только произведения белорусского композитора Светланы Ветушка Система образования Лицкого района – лидер в Гродненской области Это было озвучено в Гродно на итоговой коллегии Главного управления образования Гродненского облсполкома На которой педагоги подводили итоги работы за 2018 год Среди систем образования с общей численностью до 4000 учащихся Победителем областного конкурса на лучшую организацию работы стало управление образования Мостовского райисполкома А среди систем образования с общей численностью более 4000 учащихся Лицкого По итогам работы за прошлый год лидчане обошли управление образования Гродненского райисполкома И отдел образования спорта и туризма администрации Ленинского района города Гродно Для системы образования Лицкого района быть первым, но вопрос, наверное, ключевой Поскольку система достаточно уже давно работает продуктивно, она результат Конкурс – это совокупность показателей и критериев систем образования Он включает в себя абсолютно все сферы и состоит из множества приложений Это и учебная часть, и состояние за здоровье, и воспитательный потенциал учреждений Исследовательская деятельность, олимпиадное движение, материально-техническая база Охрана и безопасность детства То есть все направления, которые есть в системе образования Абсолютно все не включены в этот конкурс Мы уже давно идем к первому месту в Лицком районах Это не впервые за историю функционирования нашей системы Первые места уже были в Лицком районе Однако длительный период, например, за мое руководство управления образованием За 7 лет это первое место в Лицком районе впервые Мы были в призерах, в прошлом году было третье место по результатам конкурса На лучшую постановку работы в этом году первое Естественно, что это закономерный результат Здесь нет никаких резких выстрелов, достижений больших Это закономерный результат стабильной работы Работы всех членов педагогических коллективов Всех членов управления образованием Поддержка исполкома системы образования Лицкого района Которая постоянно Образование на постоянном, скажем, мастерее В поле постоянной актуальности Это работа кропотливая каждого педагога и человека, обслуживающего систему образования 2019 год в Беларуси проходит под знаком 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков Несмотря на то, что праздновать юбилейную дату вся страна будет 3 июля Тематическим мероприятием уже дан старт И в том числе и на личине О самых ярких проектах, приуроченных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков Мы пригласили рассказать заместителя председателя райисполкома Виктора Пронюка Здравствуйте, Виктор Францевич Здравствуйте, Алексей До 3 июля еще практически 5 месяцев Но, насколько мне известно, в районе уже есть план мероприятий Приуроченный 75-летию освобождения Беларуси Да, действительно, это так Уже в 2018 году в Лицком районном исполнительном комитете Создан организационный комитет по подготовке к празднованию Дня Победы И 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков На сегодняшний момент уже прошло три заседания Оргкомитета, где определены основные направления работы, которые необходимо выполнить до этих знаменательных дат Я бы хотел разделить всю работу на несколько основных этапов В первую очередь, это забота о наших ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла На сегодняшний день им оказывается материальная помощь как со стороны государственных органов власти Так со стороны предприятия, которые закреплены, где работали эти ветераны Также оказывается помощь волонтеров, которые сегодня пытаются выполнить все те просьбы, которые испытывают наши пожилые граждане Для того, чтобы помочь им по хозяйству сходить в магазин Этим занимаются наши школьники и ребята из Белорусского Республиканского Союза Молодежи Конечно, кроме того, учреждениями здравоохранения сегодня ведется мониторинг здоровья Каждому из ветеранов будет организована медицинская помощь на дому А если потребуется, то и палаты повышенной комфортности Для того, чтобы наши ветераны прошли поддерживающее лечение Для того, чтобы они вместе с нами отпраздновали эти славные даты Вторая часть работы, огромная, большая, в которую необходимо включиться всем нам, жителям города Лиды, Лидского района Это поисковая работа Правы те, кто говорит, что война закончится тогда, когда мы узнаем имя последнего погибшего человека на этой войне На сегодняшний день уже проведена значительная работа В 2018 году поисковые работы проводились в районе леса по улице Красноармейской Потому что, по данным наших ветеранов, действительно там были расстреляны комсомольцы-подпольщики К сожалению, не удалось отыскать останки этих людей Но вместе с тем появляется новое сведение, в этом году снова поисковый отряд будет работать на территории Лидского района Я бы хотел, чтобы все школьники, все жители нашего района включились в эту поисковую работу Объясню, почему В первую очередь для того, чтобы помнить о тех событиях, чтобы знать, как они происходили, не искажая историю Возьмите, к примеру, наше захоронение в лесу, в районе улицы Красноармейской, мирных жителей На сегодняшний день из того огромного количества, свыше 6 тысяч человек, имена до сих пор неизвестны, кто это был, что Поэтому, для того, чтобы наши дети прониклись чувством патриотизма, гордости за страну, они должны участвовать в этой работе Поэтому поисковой работе, музейному движению уделяем особое внимание И это происходит на постоянной основе Виктор Францович, если говорить о наиболее значимых мероприятиях, которые планируется провести в этом году Я имею ввиду каких-то масштабных мероприятий, что это будет? Самое яркое событие, конечно же, будет празднование Дня независимости Республики Беларусь И 75-е годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков Я бы хотел, чтобы все литчане, все жители нашего района приняли активное участие в праздновании этих мероприятий Мы хотим приготовить сюрприз для того, чтобы сами мероприятия прошли значимо, масштабно, запоминающимися Однозначно, скажу, будут участвовать все трудовые коллективы Они сегодня выразили желание для того, чтобы показать тематические выставки Примут участие наш погранотряд Авиабаза будет участвовать в параде в нашей столице республики Хочу сказать, что накануне пройдет торжественное мероприятие, приуроченное данной годовщине Где председатель традиционно поздравит жителей города Лида и Лицкого района, почетных граждан Также мы традиционно отмечаем в этот день фестиваль национальных искусств Где наше национальное общественное объединение выступит с отчетными концертами, поздравит литчан Ну и, конечно, в завершении праздника традиционный салют 3 июля действительно значимая дата, наверное, главный государственный праздник И для того, чтобы его ярко и эффектно провести, наверняка задействованы не только работники культуры Действительно, все учреждения образования на сегодняшний день проводят большую работу по цифровке материалов музеев Которые сегодня созданы на базе школ Очень много наград, много боевых документов, медальонов, вещей солдат Для того, чтобы это не было потеряно, на сегодняшний день необходимо переходить к их консервации Для того, чтобы они находились в запасниках Но чтобы все видели и знали, где какие предметы находятся Сегодня ведется работа по цифровке Вообще в планах, конечно, создать огромный виртуальный музей Литского района Для того, чтобы вся информация была здесь Кроме того, хочу сказать, что в прошлом году у нас была издана книга Анастасии Колодяжиной О тех страшных годах, которые пережили дети поколения войны Которая рожденная была презентация в Литском замке этой книги В этом году мы тоже издадим книгу, посвященную тем далеким событиям Кроме того, будут отремонтированы памятники Сегодня выделены большие деньги для того, чтобы восстановить памятник в деревне Лесники Сожженным гражданам Деньги Литским районным исполнительным комитетом уже выделены И при наступлении благоприятных погодных условиях эта работа будет завершена А если говорить о праздновании Дня Победы Планируется ли в этом году проведение ставшего уже традиционным шествия И в памяти навеки имена, когда потомки погибших участников Великой Отечественной С портретами своих родных идут торжественно по городу Да, действительно это так Я хочу сказать, что книга памяти Литского района Которую издали 15 лет назад, если не ошибаюсь Многие фамилии ветеранов Великой Отечественной войны Тех, кто воевал, кто призывался из Литского района военного комиссариата Не попали в эту книгу И сегодня надо продолжить восстанавливать память О тех героических подвигах нашего народа Солдат Красной Армии И сегодня этот проект, о котором вы говорите, получил новое дыхание И я знаю, что Литское телерадиообъединение Сделает этот проект более значимым и наполнит новым содержанием В пятницу Беларусь отметит еще одну значимую дату Это 30-летие вывода советских войск из Афганистана И мероприятия по случаю этой даты начались уже на прошлой неделе Я скажу, что они начались значительно раньше Мы понимаем, что 39 ветеранов Великой Отечественной войны Которые сегодня проживают в Литском районе Не смогут уже передать память И воспитать граждан в духе патриотизма Поэтому эстафету у ветеранов Великой Отечественной войны Перехватили ветераны войны в Афганистане Им сегодня более 50 лет Это люди, которые прошли горнила войны Знают, что такое интернациональный долг Как служить Отечеству Независимо от политической подоплеки этих событий Поэтому, конечно, в Литском районе ведется работа По вековечению памяти погибших в Афганистане Вы знаете, что у нас есть мемориальный памятник И мемориальные доски Уже оказана финансовая помощь Матерям погибших афганцев Каждое предприятие Литского района Оказало материальную помощь И денежное вознаграждение Гражданам, которые служили в Афганистане К сожалению, часть из них уже болеют Поэтому управлением по труду, занятости и соцзащитам Уделяется огромное внимание Тому, в каком положении находятся эти граждане Если кому-то действительно необходима помощь Оказана поддержка и государственная адресная помощь Исправлены печи, отремонтирована электропроводка Кроме того, здоровье этих воинов подорвано У них также есть возможность Сегодня обратиться в Центральную районную поликлинику И пройти комплексное лечение Для того, чтобы прийти к празднованию 30-летия вывода войск из Афганистана Здоровыми, крепкими Для того, чтобы они смогли продолжить свою работу Ну, а всех жителей Литского района Кто сочтет нужным Кто хочет поддержать воинов-интернационалистов Их родственников, детей Приглашая в детскую школу искусств В пятницу в 11.00 Для того, чтобы вместе почествовать ветеранов Афганистана И приглашаю на митинг К мемориалу воинов-афганцев в 12.30 Для того, чтобы отдать дань памяти погибшим в Афганистане Мероприятие, посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана Проводится в нашем регионе весь февраль В разных учреждениях и для разных аудиторий Сегодня в Литский дворец культуры На тематический музыкально-концертный журнал «Афганистан. Наша память» были приглашены учащиеся Литского колледжа и музыкального колледжа Участие в ней приняли воины-интернационалисты Иосиф Гебень и Иван Хадыка Они рассказали молодежи об афганской войне и своей службе Литмотивом их выступления было, конечно же, то, что мир – это великая ценность для человека, которую нужно беречь В тяжелых ситуациях было очень тяжело Не хватало еды, да и всего не хватало, как говорится И, как говорится, умений какого-то, что же мне только призвались Присягу приняли и сразу в Афганистан Вот 16 декабря присягу приняли, 26 декабря уже в Афганистане Ну, пару стрелок были, там, одиночные выстрели Три раза Прыжки были, как я, в десантных войсках служил, в Витебской десантной дивизии, 103 Три прыжка с Антарок, Крузник назывался раньше, Ан 12, два прыжка Остальные прыжки, никакого угонения не было Выступления воинов-интернационалистов дополнили поэтические произведения о войне в Афганистане И музыкальные композиции в исполнении творческих коллективов Дворца культуры Эта программа, в первую очередь, конечно, направлена на подрастающее поколение То есть молодежь, подростки и дети Для того, чтобы они смогли узнать свою историю, свои традиции И, конечно же, запомнить героев нашей страны За последние пять лет более 200 жителей Лиды Иллицкого района Стали курсантами военных учебных заведений Беларуси и России Каждый выбор делал сам, но есть среди них и те, кто выбрал профессию военного Благодаря профориентационным мероприятиям, проводимым в школе и организованным военным комиссариатам Ежегодно весной в Лиду приезжают представители военной академии и вузов, где есть военные факультеты Чтобы встретиться с учащимися 10-11 классов и рассказать им о престижности службы в армии Об условиях приема в учебное заведение, учебе и быти курсантов В этом году в свои вузы приглашали преподавателей военной академии и военного факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Люди по разным причинам поступают в высшее военное учебное заведение Будь то Республики Беларусь, будь то Российской Федерации И в дальнейшем для прохождения военной службы в Республике Беларусь Например, это семейная традиция Вот как у меня, у меня отец был военным Я ездил вместе с ним по гарнизонам бывшего ныне Советского Союза И в рамках даже, можно сказать, военно-патриотического воспитания Некоторые проводили со мной в школе, родители Принято было решение стать военным Некоторые молодые ребята хотят испытать те тяготы лишения военной службы Которые обещает им служба в вооруженных силах Служба в вооруженных силах – это престижная служба Она позволяет молодым людям воспитать в себе настоящих мужчин К другим темам Может, у вас дома затерялись книги первой половины 20 века Или на даче пылятся виниловые пластинки 70-х А вдруг в гараже лежит раритетный радиоприемник Если так, то стоит подумать об участии в акции Лицкого историко-художественного музея Подари музею экспонат Подробности у Лилии Киени 2019 год – юбилейный для Лицкого историко-художественного музея 24 апреля ему исполнится 60 лет Дата значимая, а значит и отмечать ее нужно по-особому И хотя до праздника еще два месяца Лицкие музейщики уже стали готовиться к нему И не без участия своих посетителей В канун юбилея они объявили акцию «Подари музею экспонат» Во время которой планируют пополнить фонды Как минимум 6-10 новыми Это может быть все что угодно Книги, открытки, детские игрушки, посуда, обувь Спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, изделия декоративно-прикладного творчества Значки, медали, монеты и банкноты Главное, чтобы подарок имел свою неповторимую историю В этом году Лицкому историко-художественному музею исполняется 60 лет В связи с этим событием наш музей проводит акцию «Подари музею предмет музейного значения» Или «Подари музею экспонат» Уважаемые жители нашего города, нашего района Если у вас есть дома старые фотоснимки Документы, монеты, медали Пластинки, одежда, предметы быта Вы можете их приносить нам в музей Нам интересна история предметов ваших Вы не только оставляете историю своей семьи В нашем музейном собрании Но и делаете историю для будущих поколений Всем участникам акции Мы предлагаем получить сертификат На бесплатное посещение нашего музея В течение целого года Акция – это условно 60 предметов в связи с 60-летием Потому что бывает один предмет Он не может быть единым То есть, когда нам приносят один предмет Мы просим обычно дарителей наших Чтобы они приносили сопутствующие предметы Например, если это документы Определенного человека То нам, конечно же, интересна судьба этого человека Чтобы этот предмет не был безымянным Например, к нам поступает проигрыватель, радиоточка Нам интересен не только сам предмет Как это объект для коллекционирования Но интересна его история Кому он принадлежал Может быть, какие-то интересные истории Связанные с этим предметом В какой семье он бытовал Одним из первых участников акции «Подари музею экспонат» Стал минский художник Леонид Гоманов В прошлом году в Лицком историко-художественном музее На выставке «Беларусь моя» Экспонировались его картины И, надо сказать, были интересны посетители Столичному мастеру понравилось и Лида И сотрудничество с музеем Поэтому он решил подарить ему свою картину Дело в том, что у нас стоялась выставка Пяти художников И сейчас мы забираем работу Она закончилась И я решил подарить Потому что в Лицком музее у меня нет работы И поэтому я решил подарить А эта работа выставлялась Была такая республиканская выставка Называлась «Яблочный спас» И я сделал такую работу «Покинутый сад» Потому что сейчас Многие из деревень уезжают молодые люди Все рубеж, туда-сюда И остаются только старики И старики умирают И остается сад, который кормил все И вот здесь покинутый сад Вот такая тема, которая сейчас, наверное, может быть актуальна Кроме Леонида Гомонова Участие в акции «Подари музею экспонат» Принял и литчанин Александр Карабьин От него музей получил в дар почти два десятка предметов Это чеканки, фен, радиоприемник, детские игрушки И строительные инструменты, фотоаппараты Прежде чем они будут выставлены Сотрудники музея Их обработают, изучат их историю Определяют историческую ценность И экспозицию, которую они смогут дополнить Нам не так давно Жители нашего города Передали целую коллекцию предметов быта Которые были у них в пользовании Это коллекция достаточно разнообразна Это и коньки Это и какие-то спортивные экспонаты Это игрушки, это посуда Это фен 70-х годов, 1970-х То есть предметы достаточно интересные Они находятся на сегодняшний день в стадии обработки То есть их изучают И, конечно же, они будут представлены в дальнейшем публике Для того, чтобы они могли увидеть и прикоснуться к своей истории Хотя она и не такая дальняя Акция «Подари музею экспонат» будет проводиться В течение юбилейного для Лидской историко-художественного музея года Предметы, собранные до дня его рождения Будут представлены на выставке Организованной к 60-летию музея Она откроется в апреле Окунулись в музыкальный мир белорусского композитора Светланы Ветушка Такую возможность учащимся Лидской детской музыкальной школы искусств Дал конкурс «Приглашение в сказку», впервые организованный ее педагогами Участие в музыкальном состязании приняли 26 юных гитаристов школы Всем им было предложено исполнить любое произведение Светланы Ветушка А у нее их немало Они собраны в 12 авторских и совместных сборниках В роли жюри выступала сама композитор Светлана Ветушка, это композитор и педагог одной из минских школ Была впечатлена игрой наших ребят Ей очень понравилось и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество И мы надеемся, что этот творческий проект в дальнейшем будет развиваться И получит признание не только в рамках нашей школы Но и присоединяться к участию в этом конкурсе и другие школы нашего района И, возможно, всей области Гродненской в будущем Все 26 участников музыкального конкурса старались очаровать композитора своим исполнением Однако Светлане Ветушка необходимо было выбрать лучших музыкантов В итоге третье место она отдала второкласснику Литской детской музыкальной школы искусств Арсению Коминчу Второе – ее четверокласснику Даниилу Гота Первое место завоевала второклассница Ульяна Рудой А вот гран-при конкурса взяла Дарья Яловик Которая в детской музыкальной школе искусств учится четвертый год Вальсу марионеток в исполнении Дарьи и сама композитор и зрители дали высокую оценку Мы выбирали это произведение вместе с моим преподавателем С начала года я готовилась к этому конкурсу И в некоторых моментах мне было сложно И в этом мне также помогала моя преподавательница Когда я выступала на конкурсе, я очень волновалась И мне было комфортно на сцене Когда сказали, что я заняла гран-при Я была очень удивлена И это было для меня очень неожиданно Литским отделом внутренних дел устанавливаются лица, причастные к хищению денежных средств Если кому-нибудь известна личность разыскиваемых женщин, которых вы видите на экране Просьба сообщить в милицию по номеру 102 Анонимность гарантируется В конце выпуска новости спорта Хоккейный клуб «Лида» продолжает проигрывать Во вторник дома он провел очередной матч чемпионата Беларуси в экстралиге И уступил лидеру столичной юности 1-2 Несмотря на то, что победу завоевать не удалось Рыцари оказали достойное сопротивление сопернику В четверг у них домашнее ледовое сражение с хоккеистами Солигорского шахтера Который сейчас занимает третью строчку в чемпионате Лида же располагается на предпоследнем седьмом месте Мини-футбольный клуб «Лицельмаш» сегодня на выезде проводит первый полуфинальный матч розыгрыша Кубка Беларуси Его соперник – столица Кто окажется сильнее, расскажем в следующем выпуске информационной программы события И это все на сегодня В четверг в 19 часов смотрите на нашем канале программу «Мой вопрос» В самый романтичный день в году, 14 февраля На вопросы моей коллеги Ольги Купрашевич ответит руководитель Народного любительского коллектива эстрадной студии «Лида Мюзикл» Татьяна Жарова Почему именно она стала гостьей, вы узнаете, если посмотрите программу До свидания Партнер программы события – Лицкий хлебозавод Испокон веков хлеб считался проявлением мудрости народной, красоты и здоровья Сегодня Лицкий хлебозавод радует вас свежим и румяным хлебом, ароматной выпечкой, необычайно вкусными тортами Мы заботимся о качестве своей продукции, поэтому используем натуральные ингредиенты и традиционные рецепты Лицкий хлеб выпечен с любовью Субтитры создавал DimaTorzok